Создание видео не такой уж и простой труд, порой ни на что не хватает времени, но что бы я ни делал, мой любимый магазин Дайгама всегда найдет чем меня порадовать. Низкие цены и отличный сервис всегда поднимут настроение, и это не говоря о бесконечных акциях, скидках и подарках. Рекомендую! Ссылку на магазин вы найдете в описании. Доброго времени суток, уважаемые друзья, с вами снова Перпетум или же Александр, и сегодня мы с вами поиграем в необычную и замечательную игру под названием Теория Струн. И что ж, давайте я не буду говорить много лишних слов, а сразу собственно начну и покажу вам эту игру. Суть игры в том, что у меня есть вот такая вот удочка, и на конце этой удочки есть какой-то шарик, я не знаю, что это за шарик, но я знаю, что у этого шарика есть дикая сила притяжения, и он притягивает к себе объекты, разные объекты. Сначала эти объекты маленькие, потом по мере роста нашего шара и других объектов можно притягивать объекты побольше. Думаю, вы сейчас хоть что-то поняли из моих слов, потому что я сам немного ничего не понял, и вот собственно первые, 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 оба! Никого не обманул, я действительно это могу делать. Блин, я не знаю, что это за мир, что здесь происходит, почему у меня есть эта удочка, но я могу делать вот такие вещи. Здесь есть физика, здесь есть куча предметов, и по сути это даже, я бы не сказал, что головоломка, это просто игра для развлечения, то есть можно делать так. Воу-оу! Воу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу! Действительно это круто, ребята, посмотрите. Наверное, вот всё, что сейчас находится на моей удочке, весит ужасно много, нужно всё собрать, всё-всё-всё-всё-всё! Я всё соберу, получится, не получится, а теперь всё это выкидываю туда. Пошло вон! Всё, мне это ничего не надо, оставайтесь там, все эти геометрические фигуры. Да, ну, некоторые из них попытались свернуться, ладно, буду переходить к следующему уровню. Этот уровень, по всей видимости, пройден, можно переходить к третьему уровню, хотя я прошёл только первый и второй, когда играл сам. О! Ого! Портал теперь находится сверху, и как до него добраться, интересно мне знать? Ладно, начну с малого, и потихоньку буду прокачивать свою удочку. Так-с, ещё кубик, ещё кубик, иди сюда, куб! 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 Вот, вот так, ещё, 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 ещё. Если бы у меня в реальной жизни была подобная удочка, это, наверное, было бы довольно круто. Я бы собирал целые дома, государства, цивилизации, планеты. Жаль, что эта игра ограничена всё-таки некоторыми объектами, и они имеют определённый предел своего размера. Поэтому это не очень круто. Так-с, нужно теперь всё это дело отсюда убрать, чтобы платформа могла спуститься. Чёрт, пошло вон. Ну, сюда давайте, всё. О! Ага, застрял один куб, чёрт возьми. Как бы тебя достать отсюда? О, достал! Всё туда. Нужно подождать, пока все объекты переместятся, потому что я сейчас повернусь, и... Как бы будет ерунда. Чёрт, да как вас оттуда достать, а? Пошли вон. Пошли вон. Нужно несколько раз, по всей видимости, дёргать. Или неужто я не зацепил этот большой и оранжевый, жёлтый, точнее, куб? Кстати, оранжевый тоже тут куб есть. Хм, может быть они просто застряли? Давай! Всё нафиг, 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 нафиг. Ну вот, какой-то жёлтый куб улетел. Ой, большой оранжевый. Всё, отлично. Отлично, 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 удалось. Окей, механика у игры, в принципе, довольно простая. Ну, надеюсь, дальше будут головоломки посложнее. Да, 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 да. Видимо, сейчас нужно взять эти объекты и закинуть их вон в те мишени, и тогда откроется портал. Так, окей, попробую. Такс, такс, такс. Этого недостаточно? Оп. А, так это легко всё делается, блин. Надеюсь, дальше будут головоломки посложнее, потому что сейчас всё уж слишком просто. А я не думал, что тут будут хоть какие-то головоломки. Они действительно есть. Видимо, я вас, ребята, вначале немного обманул. Извиняюсь, прошу прощения, не обижайтесь. Я этого не знал, я не играл, я не имел понятия. И, и, и... И сейчас я хочу, ребята, вам сказать. Пожалуйста, присылайте мне какие-нибудь интересные игры в личку на ютубе. Больше никуда, именно в личку на ютубе. Я её постоянно читаю, и поэтому ваше сообщение не пройдёт мимо. Не стоит туда писать всякую ерунду. Скидывайте игры или что-нибудь по делу. Я 100% прочитаю. Это единственное место, где я могу уследить, в принципе, за всем. Меня спрашивают. Перпетум, почему ты не читаешь комментарии? Ребята, у меня в день, суммарно под всеми роликами, около там двух-трёх тысяч комментариев. Как я могу каждый день прочитать такое количество комментариев? Когда я успеваю прочитать, я даже отвечаю, бывает. И, думаю, есть тому свидетели. Так что я не такой уж и зажравшийся. О, портал открылся? Да, открылся, отлично. В общем, жду от вас игр. Конечно же, я назову ваше имя в выпуске, если вы пришлёте игру. И я возьму её, так скажем, на обзор. Если так, конечно, можно сказать. Если буду играть в вашу игру, я обязательно вас назову. Думаю, это будет хорошим стимулом. Так-с. Ладно, продолжаю собирать объекты. Слишком меня понесло чего-то не в ту сторону. Но ничего страшного, ничего страшного. Главное, что у меня есть кубы. Что мне ещё нужно от этой жизни? У меня есть огромный цилиндр. Кстати, он, по-моему, уменьшился, или мне показалось? А, он просто отдаляется. Не всегда понятно. Чёрт, опять, опять огромные кубы. И их как-то нужно достать отсюда. Окей. Окей. Нужно теперь опустить две платформы. Чёрт. Так, ну, одна вроде бы опускается. Получается одно опустить. Давайте. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Тяните за собой всё остальное. Ну, вроде бы... Да, отлично. Ещё чуть-чуть, и она опустится. Остался один большой куб. Сиреневый такс. Оба-на. Отлично. Одну платформу я одолел. Так, снёс все мишени. О, смотрите-ка, и вторая сама одолелась. Я этого даже не ожидал. Как-то всё само произошло. Я даже не старался спустить её. Ой. Такое ощущение, как будто бы стена отдаляется. Или это оптическая иллюзия, или она действительно отдаляется. Не могу понять. Ну, по крайней мере... О! Да-да-да, отдаляется. Я думал, у меня крыша поехала. На самом деле, это не так. Такс, что нужно сделать здесь? Соберу сначала фигуры, а там уже, думаю, будет видно. Такс, такс, такс. Эх, что-то меня не туда. Не туда закинуло. Так, ну, вроде бы всё собрал теперь. Ага. Ага. То есть, нужно бегать тут и, и, и... Путешествовать по уровню. Такой вот самостоятельный, самособирающийся лабиринт получился. Окей. От чего зависит движение стен? Я до сих пор не понял, как их отодвигать. И можно ли пробежать где-нибудь здесь? Надеюсь, что можно. Такой лайфхак. О, да, действительно можно. Так что, даже не стоит ждать стены. Пока она будет двигаться, можно просто пойти по кругу. Ой, аккуратно, аккуратно. И собрать все мишени. Кстати, наверху тоже есть мишени. И я не знаю, как до них добраться. Оба-на, я могу прыгать. Чёрт возьми, а я и не знал. Так, окей. Окей, даже мне тут сделали специальную лесенку. Для прыжков. Ну, в принципе, ничего сложного. Так, чуть не свалился, блин. Эх. Давай, ещё. Ещё мишень. И ещё мишень. И ещё мишень. Так, где ещё мишени? И отлично. Ой. Не заметил платформы. Запрыгнул, не запрыгнул. Запрыгнул. Мишень. И остались несколько мишеней внизу. Не думаю, что это будет сложно. Ещё одну. Зафиксировал. Ах. Чёрт, чуть не свалился. Блин, тут всё такое однотипное, что иногда сливается просто пространство и путаешься. Такс, мишень. Всё. Отлично. Ещё одна мишень сама, собственно, среагировала на мои предметы. Я даже не старался опять этого сделать. Так, окей. Что теперь? Их слишком много. Их слишком много. В принципе, ребята, я знаете, что подумал. В игре не так уж и много уровней. И как бы продолжать, ну, я не особо вижу смысла. Потому что, если сейчас я пройду все уровни, вам ничего не останется. И в итоге вы скажете, аааа, взял, прошёл все уровни. Чёрт возьми. А может быть, вы сами хотите поиграть. В общем-то, вот такая вот интересная игра. С необычной механикой. Мне приятно было в неё поиграть. Я поиграю в неё, скорее всего, ещё. Не знаю. В общем-то, вот так. А с вами, ребята, был Перпетум или же Александр. Большое вам человеческое спасибо за просмотр. Я очень ценю это. До новых встреч. Удачи, ребята. И пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова